Скажите, а кто обитает в ваших лесах? Какая живность проводится? О, здесь я могу вам рассказывать много и долго. Животных у нас очень много. Что мы считаем животным? Если мы возьмем насекомых и всяких там червей без позвоночника, то здесь мать мужчин. Это просто не перечислить. Многих вы знаете, например, бабочек. В этом году появились, мне кажется, другие виды. Окраска какая-то другая. Но это может быть мне кажется, потому что я не специалист по бабочкам, хоть я иколог и биолог. Но зато излюбленные животные, детишек, это, конечно, млекопитающие. У нас их 68 видов. Самый большой царь у нас кто? Медведь. Он у нас обитает. И вообще уже шестра потерял. Пойдешь за малиной, вполне возможно, что можешь встретить. Очень часто развелся. Много волков. Так они что удумали? Вы знаете, наблюдала сама. Потерял волк волчицу, ее охотники подстрелили. Так он стал с собакой жить. С собакой бродячий. И волчата-то у него такие, какие-то серо белые. А подные такие, их вот точно подстрелили. Правильно говорят, что идти в собаку не чисто подбуду. Ну а еще у нас есть лось, он очень красивый. Он вроде как сахатый, морда большая, врага. Но как он элегантный? Он бежит. Главное лось с волками боятся. Только вот лося таскают. И у нас есть еще пятни старые, но это очень редко. Ну а Абам, он сейчас всем жителям приносит много ущерба. Ну а походу, если обитание вы забрали, а уру, туда походу. Конечно, наоборот. Чего ж тут корешки копаются, когда наоборот картошки взяли. Он очень даже хорошо. Ну конечно, больше всего у нас птиц. Птиц 300 литров. Но те, которые на инфляцию еще идут, они тоже включаются. Вот например, на территории побережья Финского залива. Там их столько во время пролета, вы кого угодно. Ну конечно, попугая-то не увидите. Но очень много экзотичных птиц вы увидите. Ну а зимой, вы увидите, их не так много. Вот так идут. Это вороны, вороны, сороки. Нигири у нас есть. Правда, почему-то в этом году их, я тут увидела очень мало. И еще у нас есть рыбы. Вот раз я их сказала про водоемы, то рыбы у нас 80 видов. Морские есть. Очень вкусные. Не знаете, только в финском заливе корешка, салака волосейская. Ой, какая прелесть. У нас даже праздник корешки есть. Да. В старой ладоге проводят каждый год. Ну и речная. Сама учили ловить рыбу. Щупка, конечно, не так часто будет. А вот опушки, плотва, густера очень часто и очень много. Особенно повесняшцевыми бедрами можно ловить. И среди них есть и красные. Красная рыба. Это кунжел, это палия, это лосось. Так что милинградская область уникальна для животных. Ну, а некоторые виды у нас в красную книгу. В красную книгу. В основном, это хищники. Арман, белах, посапсан, сапскафа, вот они. Знаете, к сожалению, в краснокнижных видах у нас гладают. Раньше, когда в красную книгу выпускали, люди видят на три тома. В первом помещании, в сапах они обоих природных территорий. То есть это те места, где обитают редкие виды. В вторую книгу растения, грибы, а в третьей уже животных. И представляете, все три книги были достаточно объемными. Сейчас у нас уже одну книгу из-за его. Но видов там всего хватает. Есть, например, лосось атлантический. Рыба очень крупная. Аж полтора метра иногда достигает и весом до 45 килограмм. Представляете, это же практически с человека. А есть одеты поменьше. Например, обыкновенный подкальничек. Она, конечно, мелкая, но тоже интересная. Плавает она не очень, но зато движется в их камень. И активна она в основном ночью. Есть и такие интересные виды, как, например, обыкновенная литяга. Это единственная отделка литяга, которая обитает в нашем регионе. Соответственно, ее и так-то мало было. И сейчас она еще больше находится под укрозой. Есть даже лечебница. Это мышь летучая такая. Представляете? Ее практически уже не осталось на нашей территории. Потому что люди как думают? Ну, летучая мышь, опасная кровь. Представляете? Не нарушила. Конечно, разве так можно? Литучие мыши, они же наоборот, полезные. В нашей территории, нашей страны, опасных видов совсем не бывает. Наоборот, они истребляют верных насекомых, которые лесами, ну, еще щек наносят. Бывают в Красной Книге даже и морские животные. Например, туда попала кончатая нерпа. Вид по-настоящему не уникальный. В основном кончатая нерпа в Актике водится. Но, тут смотрите, они и на нашей территории оказались. Причем, изначально же как тут был? Москва. А у нас, они даже в Ладожском озере. Представляете? Адаптировались в прослеводные места. Ну, и, конечно же, их сейчас активно истребляют. Из изменения климата они тоже страдают. Поэтому... Ой, большое счастье. Да, да, да. В прошлом году была какая-то теплая. Не мещеница-то, а мещеница как на льдинах. А льда не было. Представляете, в Ладожском озере не было льда. Конечно же, льда не будет. И они ведь могут размножаться. И все, потеряем мы этот вид. Ну, есть в Красной Книге и Птице. Например, Филин или Черный Райс. Белого-то Райса, конечно, каждый практически видел. Они к людям часто выходят. А ученые Райса, они более скрытые. Даже ученые про них до сих пор не все знают. Ну, и Вастей, Негривом, к сожалению, тоже в Красной Книге хватает. Например, Береза Мистая, Фиалка, Севкинка. Да и других много видят. Да, но прежде чем Ваши Райса, тем нужно будет внимательно Красную Книгу посчитать, чтобы не навредить кому-нибудь. Да это вот Вы правильно сказали. Но недостаточно Красной Книги. Ну, хорошо, занесли в Красную Книгу. А где жить-то? А питаться-то где? Понимаете? Поэтому очень важно как раз создавать особо охраняемые природные территории. В Ленинградской области их аж 47. Да, это 47 заказников и памятников природы. Вот согласно закону, особо охраняемые природные территории делятся на заповедники, национальные парки. Они очень большие и там строгий режим охраны, особенно в заповедниках. У нас в Ленинградской области их два, в Нижнесвирске и восток Финского залива. Он объединяет 9 островов в Финском заливе. Там очень уникальная природа и очень уникальные и величные виды, которые только для этой территории характерны. И остальное заказники и памятники природы, они уже региональные, то есть областные. И это не только зоологические и ботанические, чтобы охранять эти виды и их местообитания, а это еще и гидрологические. Вот я бы наше Ладжеское озеро сделала петрологическим таким большим залезником, заповедником. Вот. А еще памятные природы, они маленькие. Например, Красное озеро, оно небольшое, охраняется именно как памятник природы. Ну, опять-таки, на региональном уровне это, конечно, попроще, когда меньше территории. И есть такой орган, который управляет этими особо охраняемыми территориями, так называемая Дирекция ООБТ по сокращению. Такая Дирекция есть в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области. Ну, с заповедниками, с заказниками, понятно, там природу охраняют, животные берут, заботятся. А как на остальной территории Калининградской области? Как у вас с экологическими проблемами? Насколько я знаю, очень много вредных, опасных выбросов. Один автотранспорт чего стоит? Какой шум, какие выхлопы от него? А ведь ему с каждым днем все больше и больше. А еще есть и свалки, которые его просто киши в территории. Да даже какой у нас грамотный. Молодцы! Да, это уж вы, конечно, право экологических проблем у нас, к сожалению, хватает. И шумовое, и световое загрязнение, и, конечно, транспорт. Тут вы, да, совсем с вами согласны. Но вы знаете, это же во многом от нас зависит. Если мы воспитаем поколение, которое будет бережно относиться к нашей природе, то и проблему все мы сможем решить. А как это сделать, мы с вами, ребята, разберем на следующем занятии. Ну что? До свидания! Спасибо вам большое за интересную и содержательную беседу. Очень много узнал нового, полезного. Надеюсь, что не только я, но и ребята, ваши зрители. Спасибо вам огромное всего. Спасибо вам за интерес. До свидания. До свидания. До свидания, ребята. Берегите природу. До свидания.